Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами фэшн-стилист Сева Ковалев. Здравствуйте! Сева Ковалев – фэшн-стилист, в профессиональной копилке которого сотрудничество с такими изданиями, как Vanity Teen, Vogue, Glamour и так далее. Будучи студентом, Севалов планировал всерьез и надолго посвятить себя экономической журналистике, однако случай распорядился иначе. Свою первую съемку Сева Ковалев стилизовал по стечению обстоятельств, но именно это стало отправной точкой для начала его карьеры в мире фэшн. Сегодня работу стилиста можно увидеть как на страницах глянца в Европе и странах СНГ, так и в независимых творческих проектах. Сейчас на том этапе, на котором вы находитесь, имена глянцевых изданий, с которыми вы сотрудничаете, я думаю, могут впечатлить даже те, кто к моде имеет малое отношение. Но давайте сначала о том, как вас занесло вообще в мир фэшн. Занесло меня, честно, случайно в эту всю историю. Ну, как обычно, собственно, у людей и происходит. Самый правильный путь. Да, но я учился на факультете журналистики. Изначально думал о том, что я буду серьезным журналистом, буду писать на политические темы. Безумно увлекался программой J-20, состоял в Комитете молодежной политики Санкт-Петербурга и так далее. А потом как-то на четвертом курсе меня как-то переклинило. Я думаю, так, нет, вот я не буду писать диплом на эту тему, напишу-ка я диплом на тему глянца. Ну, писал диплом на тему глянца и пытался устроиться куда-то. И так получилось, что попал в казахстанский Харперс Базар. Вообще, как внештатный автор. Мне даже не платили, я писал за бесплатно. Ты сначала была фэшн-журналистика, да? Да, сначала была фэшн-журналистика. Потом я себя начал пробовать в продакшене. Я подумал, что я могу работать продюсером. Да, у меня достаточно неплохо это получалось. И я даже не думал о том, что я когда-нибудь стану стилистом. Мне казалось, что это невозможно, это сложно, тяжело. И вообще, как, допустим, это можно сочетать с этим, как это работает. Но потом так повернулась судьба, что мне пришлось непосредственно самому стилизовать съемки. Там произошла небольшая накладка в одну из съемок. И мне пришлось вылететь на съемку вместо стилиста. И, грубо говоря, отработать. Было дико страшно. Это было таким провалом вообще ужасно. Мы это переснимали раза два потом. Ну, как-то вот... И затянуло. Да, и затянуло, и понравилось. И как-то я потом со временем как-то от всего отошел. И понял то, что, наверное, это то, чем я хочу непосредственно заниматься в свой фулл-тайм. Мы с вами тут за кадром начали разговаривать и упомянули Александра Рогова. А он как-то говорил, что индустрия ваша такая специфичная, что нужно иметь очень толстую кожу, чтобы успешно в ней работать и чтобы оставаться неуязвимым. Вы это на себе прочувствовали? Каждый день. Так. Как справляетесь с этими моментами? Или вы изначально... Нужно очень много раз услышать «нет». Закаляешься, да? Не слышать «нет», стучаться в закрытые двери. И, собственно, что я и продолжаю делать каждый день. Нужно в первую очередь доказать. В этой сфере нужно именно доказать. Здесь не вопрос невероятного таланта и бум, взрыв. Нет, конечно, происходят и такие моменты, да, когда талант перебивает вообще все возможное, открываются все двери. Но зачастую нет. То есть, ну, как бы приходится именно доказывать свою работу и каждодневную тяжелую, если ты хочешь этим заниматься. А что вам помогло не растерять азарта ко всему этому? Неоднократно говорят «нет», «нет». И вот где-то среди этих «нет» находится одно «да»? Да. Чаще всего это так и происходит. Ну, как бы, бывают, встречаются такие люди, которые тебя подзаряжают энергией. Вот, допустим, у меня есть прекрасный друг Фарук. Он живет во Франции. Нас познакомила наша общая, ну, как бы знакомая наша первая леди Грузии. Нас познакомила. Вот. Да. И он безумно прекрасный, талантливейший человек. Он фэшн-журналист. Он работает с Harper's Bazaar, с Vogue. Он мне очень сильно помогал. Когда я приезжал в Париж, я вообще не знал никого. Он меня просто брал за руку, вел по пресс-офисам, знакомил. Говорил, вот это вот парень, вот его работы, вот посмотрите, что он может, что он не может. Он всегда, как бы, грубо говоря, стоял надо мной, как бы, вот зонтиком. Ну, вот, и помогал мне. Опекал слегка, да? Да, но это действительно, это дорогого стоит. Таких людей очень мало в жизни нашей. Аудитория, которая потребляет глянец, она зачастую вдохновляется, да, теми картинками, теми фотосессиями, проектами, которые осуществляют те или иные издания. Чем, в свою очередь, вдохновляются те, кто, собственно, эти проекты создает? Всем чем угодно. Ну, для вас что работает? Все. Вот мне, допустим, нравится... Музыка, искусство, да, все что угодно. Это может быть даже куча снега. Правда. То есть, вот, допустим, лежит куча снега, мне это красиво. Кто-то смотрит и говорит, ну, это просто куча. Кому-то красиво платье в пол ателье Версачи, кому-то красиво шуба из трауса проенза скулер, кому-то интересно или красиво, там, я не знаю, футболка с джинсами. Для всех это красиво работает по-разному. А ваши рамки красиво, я так думаю, они, наверное, очень широкие, да? Да, наверное. Ну, я к тому, что есть тот, кому красиво и первое, и второе, и третье. Вы из тех? У меня, я так заметил, то, что у меня со временем вкус, он как-то модернизируется. Он сводится в какую-то более узкую историю, узконаправленную. То есть, вначале, когда я делал, я делал абсолютно коммерческий продукт, который, ну, наверное, нравился массой аудитории, я не знаю. Это надо спросить у этой аудитории. Продажи журнала вроде показывали, что вроде как нравится. Потом старался как-то это привнести в это больше творчества, как бы и стараюсь по сей день это развивать в себе. И мне начинает нравиться самому. Хотя, если честно, мне не нравится ничего, что я делаю, по правде говоря. Ну, правда, я вот, допустим... Ну, это тоже такая типичная черта людей. Я, допустим, смотрю, да, я получаю сходники, о, блин, круто. Отвернул, через два часа подхожу, господи, какое дерьмо, как я мог это сделать. А когда вы смотрите на это через два месяца? Мне тоже не нравится. Тоже не нравится? Тоже не нравится. А через два года тоже не нравится? Тоже не нравится. Какой вы самокритичный. У меня есть несколько съемок, которые мне нравятся. Но они мало кому нравятся. То есть это вот, допустим, минимум лет уже исходники какие-то мне даже нравятся иногда. Я безумно люблю пленку. Я очень люблю фотографов, которые работают на пленку. Это действительно, это круто. Это живое. То есть там именно есть момент. Когда я получаю отбор, если это, ну, не живой человек, а модель, то я стараюсь выбирать какие-то наиболее случайные кадры. Минимум позировок, чего-то такого. То есть мне хочется больше естественности, больше характера, больше, ну, того, что у человека в этот момент в голове происходит. То есть для меня модель – это не вешалка, на которую я надеваю. Продакт-плейсмент, который срабатывает. Для меня она, ну, работает наоборот. То есть мне интересна внешность в первую очередь. И не всегда эта внешность нравится всем. Вы вот говорите, да, что руководствуетесь ощущением здесь и сейчас. А если говорить о карьере, у вас есть некие там намеченные карьерные пункты, к которым вы стремитесь? Ну, конечно. Фэшн-директор, главный редактор. Ну, конечно, у всех есть амбиции. Желанная карьерная точка – это позиция главного редактора. Финальная? Ну, я не знаю. Финальная, мне кажется, зарекаться о чем-то финальном – это как-то чревато. Ну, такая вот желаемая. Финальная, по-моему, у всех одинаковая. Не финальная, но какая-то вот в недалекой перспективе. Ну, в недалекой перспективе, наверное, я бы хотел сейчас потянуть свой уровень английского для иммиграции. Нет, я опять не из этой пятой колонны людей, которые говорят, что я хочу уехать не из-за политической обстановки, а я хочу уехать, потому что, как мне кажется, в Европе больше свобод, больше свободы самовыражения и больше возможностей. К сожалению, наш российский рынок легкой промышленности, но он пока еще не достиг тех успехов, которые есть в Европе. Да, создаются палаты, поддерживающие молодых дизайнеров, выделяются некие госсубсидии, но не каждый молодой дизайнер об этом знает. То есть это никак не оповещается в СМИ. И да, у нас есть такие прекрасные дизайнеры, как Александр Терехов, Александр Уртюнов, сестры Юля и Алиса Рубан и так далее. И на этом этот список не заканчивается. Прекрасных российских дизайнеров, талантливых действительно, но, к сожалению, им сложновато. Какой из своих проектов на данный момент вы бы назвали самым таким настоящим челленджем, где вы проявили наибольшую смелость свою, творческую, личностную? Ну, наверное, это был Венититин. Правде сказать, мне не очень понравилась работа фотографа, не было возможности переснимать. Просто, ну, грубо говоря, сносилось все и переретачивалось заново. Прорисовывался даже свет. Дождь. Ну, да, такое, к сожалению, иногда случается. Но при том эта история была опубликована. Мы это смогли, мы это сделали. Это был странный абсолютно стайлинг. Ну, наверное, пакетом на голове особо никого не удивительно. Для меня на тот момент это казалось странным. В силу того, что я занимаюсь этим относительно недавно, и мне не так много лет, я постоянно для себя что-то открываю. Наверное, я прохожу все те этапы, которые уже были пройдены всеми давным-давно, сто лет назад, уже никому не интересно. Но для себя я это все открываю заново каждый раз. Для меня каждая съемка, наверное, это некое испытание. Расскажите, с каким чувством каждое утро стилист-профессионал подходит к двери своего собственного гардероба? Ни с каким. Ну, лично я, я не знаю. Саша Рогов, возможно, в силу того, что он любит наряжаться очень, он, возможно, и собирает для себя лук и нянь. Как у вас выстраиваются отношения с вашей одеждой? Вот это и вот это все. Абсолютно комбинатурный гардероб. Это, опять-таки, меня научил Гоша Ростовщиков, когда мне было еще лет 19, наверное. Он мне сказал такую вещь, я у него спросил, почему у тебя все вещи черные? Человек, который очень много путешествует, который постоянно в разъездах, он говорит, у меня нет времени собирать вещи. Я покидал вот так все, что было, закрыл, улетел. Прилетел туда, мне нужно выглядеть. Да, соответственно, он черный с черным, все, но это не беспроигрышный вариант. Также у меня серенькая, черненькая, беленькая. Притом, я могу там надеть на себя и что-то такое сумасшедшее, да, как бы, ну, нужно знать, куда и к месту. Вы когда-нибудь анализировали, какие ваши личностные качества, ваша вот новоприобретенная профессия в вас выработала? Вовремя закрыть рот. А я думала наоборот, вы очень много рассказываете о том, что нужно убеждать, пытаться свои идеи доносить, как бы добиваться того, чтобы их услышали и дали возможность осуществить. Добиваться нужно по-разному. Я пытался попасть в Кондонас 4 года. Я туда попал, я проработал и я оттуда уволился. То есть, все, как бы я для себя эту историю закрыл. То есть, я не говорю, что нужно получать здесь, сейчас, в данный момент. Я просто упертый, но с долей релевантного. Если закрыта дверь, я постучусь еще раз, я не из тех, кто не будет сточасовывать закрытую дверь, я постучу еще раз. Через неделю, через две, через год, через два. И я добьюсь того, чтобы меня услышали, чтобы на меня хотя бы взглянули. Вот если уже на меня взглянули и сказали, нет, такое было тоже, то тогда да. Тогда стоит отойти, дождаться лучших времен, вырасти, поработать над собой, поучиться. То есть, нужно уметь, в первую очередь, признавать свои ошибки. У меня была история, когда со мной мою злую шутку сыграл английский язык. У меня был период, да, я не очень хорошо говорил на английском языке, я полез в это все. А в первую очередь важен английский язык. Да, и было бы неплохо знать второй, третий, четвертый, пятый, двадцатый. Ну, как бы английский это вот постулат. И я лишился работы из-за этого. Я пришел в русский L, я прошел испытательный срок, и мне сказали, что, Сева, спасибо, всего доброго, до свидания. Как бы, но твой уровень английского языка не дотягивает до... Я благодарен, правда, на тот момент, это правда для меня, это просто было как, ну, я не знаю, головой в кипяток, а потом сразу в холодную воду. Или наоборот, как контрастный душ, то есть сначала это была обида, то есть чем я хуже там кого-то, потом было принятие. И нужно понимать, что если нет, недостаточно, то нужно сначала сделать что-то, понять, что ты действительно один из тех, кто достоин, достаточно профессионален. И вот я научился этому, что я теперь не лезу на рожон. Ну, мне кажется, все через это проходят. Я думаю, наша аудитория с удовольствием послушает о Владивостоке с точки зрения моды и стиля. Меня поражает в женщинах здесь то, что это отлично от больших мегаполисов, потому что там ты встала, побежала, прибежала, класс-класс-класс по клавиатуре, бегом-бегом, кофе на ходу, что-то еще. Здесь немного другой ритм, здесь есть время следить за собой, здесь есть время стараться выглядеть лучше, привлекательнее, красивее. А получается это или нет, это уже вопрос второй. Но желание есть, и это здорово. Это, правда, радует. Спасибо вам. Спасибо. Успехов вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok